Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как признание. Происходят выборы, и кто-то их признает, а кто-то их может не признавать. Происходит определенное решение, которое надо признать, и находятся опять люди, которые их не признают. И возникают конфликтные ситуации из-за того, что часть или большинство, или, скажем, меньшинство тоже, не признает чего-либо. И тогда этот конфликт может быть вяло текущей войной, или это может быть реальной войной, с протестами, жертвами, с ухудшением жизни людей. Признание – это прежде всего действие. Признание – это когда считают что-то действительным, правильным. Слово «признать» – это значит утвердить. И тогда происходят определенные решения, в том числе позитивные, в жизни как одного человека, семьи или целого народа страны. Признать – положительная оценка кого-либо или чего-либо. И, наконец, это дипломатический акт признания. Чаще всего нам, людям, недостает смелости признавать свои ошибки, которые есть у всех людей. Примерно четвертая часть людей, она признает свои ошибки, а три четвертых – они признают ошибки только чужих людей. И поэтому в этом непризнании кроется начало духовного отступления. Отступление от истины, от правды. И в духовном мире Бог хочет, чтобы люди признавались в своих ошибках. И прежде всего они признавались перед Богом, который все знает и всем ведает. В духовном мире есть солдаты Божьи – это ангелы, и есть солдаты врага – это бесы. И когда человеку кажется, что он один, и что он что-то делает, что никогда никто не узнает, он сильно в этом ошибается. Тотчас же все это становится известным. И поэтому признание своих ошибок приводит человека к покаянию. А покаяние – к прощению. А прощение – к духовному освобождению. И это очень важно. В общении с людьми хорошо, когда люди признают свои ошибки. И таким образом люди сохраняют мир, дружбу и хорошие дружеские взаимоотношения. Страх быть отвергнутым, неопрощенным – это человеческое несовершенство. И это факт. Но каждый человек, он ошибается. И в результате этих ошибок, он чему-то учится. И духовный мир, он открывается тем людям, которые признаются в том, что они сами не могут решить какого-то вопроса. И в решении этого вопроса они просят не врага и не слуг врага, а они просят живого Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. И поэтому апостол Яков пишет в 5 главе 1 стихом «Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах». И этот призыв должен быть услышан каждым человеком. Признание. Иногда они бывают опасными. Совершив какие-то тяжкие, может быть, отступления, преступления, предательства, люди боятся возмездия, наказания или последствий этого признания. И они живут в этом страхе, в этом обмане. И это неволя. И в неволе люди чахнут, как духовно, так и физически. И поэтому признание – это путь к освобождению. Признание. Как в вашей жизни решаете вы эти вопросы? Задумывались ли вы об этом? Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.